Победа над быком Победа над быком Завтра, ответил король На ринге во время представления Ты убьешь его голыми руками И все увидят, что начальник моей стражи Великий Муцумура Самый сильный воин нашей страны Мой повелитель, я никогда не использовал свое Т против зверя Мое искусство, Ваше Величество Это искусство защищаться, а не способ убивать животных Не могу ли я по-другому доказать свою преданность Король бросил на него гневный взгляд Ты смеешь объяснять мне, как доказывают преданность? Я купил этого быка для тебя Я купил этого быка специально к празднику Чтобы дать тебе, мастеру боевых искусств Возможность показать свою силу Ты будешь сражаться с быком Ты понял? Ваше Величество, сказал Муцумура Ты будешь сражаться с быком, и ты победишь Иначе брошу тебя в тюрьму, ты понял? Да, Ваше Величество, я буду сражаться с быком После заката солнца Муцумура сидел один у ограды королевского двора Он думал о быке Красивое животное, сильное и мощное Нелегко будет сломать этому быку шею Но он мог бы сделать это Мог бы, но не хочет Применяй свое Т Только для защиты, говорил учитель Пользуйся им, чтобы защищать свою семью Своего короля, свою страну Пользуйся им, чтобы защищать беззащитного, невинного человека Но никогда не начинай драку Никогда не используй свое искусство Только для того, чтобы показать себя Убить быка как раз и значило показать себя Но попасть в тюрьму тоже не хочется Муцумура встал и начал ходить взад и вперед подвора Может быть, король передумает? Нет, вряд ли Муцумура полностью поглощенный своими мыслями Медленно шел по дорожке через сад Бессознательно он захватил и сжал в руке Цветы виноградной лозы, растущие у края дорожки Их мягкие лепестки гладили пальцы, помогая думать Но вдруг Муцумура почувствовал резкую боль в руке Он даже подскочил от неожиданности В палец воткнулся здоровенный шип Одного из высоких цветущих кустов, склонившись над дорожкой Эти кусты доставили королю из Китая Муцумура сунул палец в рот и почувствовал вкус крови Странно, что такая маленькая штука может сделать так больно Вдруг ему в голову пришла идея Он бросился через сад конюшни Остановившись на секунду, он поправил одежду Потом решительно открыл дверь Работники вскочили на ноги Они очень удивились, увидев в конюшни начальника стража Великого Муцумура Я главный конюши, сказал один из них Чем могу служить вам, господин? Отведи меня к быку, попросил Муцумура Я должен посмотреть в глаза своему противнику Изучить его повадки, если собираюсь сражаться с ним Конечно, господин Муцумура Главный конюши показал на загон в глубине конюшни После вас, господин Муцумура подошел к загону Он не сводил глаз с быка Привяжи его, приказал он Привяжи его, чтобы не мог двигаться Слушаюсь, господин Главный конюши сбегал за двумя длинными веревками Он набросил одну из них, потом другую на шею зверя И крепко привязал к толстым деревянным брусьям в ограде загона Теперь уходи, потребовал Муцумура Все уходите Работники побежали к двери Муцумура зашел в загон Привязанный бык напрягся Похоже, веревки не очень крепкие, подумал Муцумура Если он вырвется на свободу, то легко прижмет меня к ограде Муцумура почувствовал внутри себя страх Как будто чья-то рука сжалой закрутила внутренности Он сделал глубокий вдох Повернулся лицом к быку Лицом к своему страху Король говорит, что я должен победить тебя Но ты мне не враг Он потянулся к своему пучку Плотному узлу волоса, который носил на голове Вытащив шпильку, проверил ее остроту на пальце Рядом с местом, куда воткнулся шип Появилась вторая маленькая капелька крови Муцумура слышал о мастерах боевых искусств Умеющих убивать с помощью шпильки Но он надеялся с ее помощью спасти свою жизнь И жизнь ни в чем не повинного зверя Он уверенно встал перед быком в боевую стойку Бык с интересом смотрел на него Прости меня, друг Сказал Муцумура Затем, сосредоточившись на своем энергетическом центре Он испустил страшной силой крик кияй И сразу со скоростью молнии нанес укол шпилькой в нос быку Бык замычал и забился в веревках Взгляд его был полон ярости Он тряс головой и старался достать Муцумуру рогами Муцумура смотрел на веревки Они выдержали Едва выдержали Муцумура ждал, стараясь казаться спокойным Постепенно бык утих Неожиданно Муцумура снова испустил страшной силой кияй И снова уколол быка в нос шпилькой Снова бык пришел в ярость и попытался броситься на человека Муцумура снова дождался, пока бык успокоится Еще, и еще, и еще раз Кияй укол, кияй укол, кияй укол, кияй укол Через несколько минут Муцумура вышел из конюшни И с удовольствием вдохнул прохладный ночной воздух На следующий день, во время праздника Муцумура, начальник королевской стражи Расхаживал вдоль края арены Он проверил стражников на входы Поставил еще двух позади наблюдать за возможными нарушителями порядка Наметанным глазом он разглядывал толпу Стараясь заметить любого Кто мог бы быть опасен для короля Но ничего подозрительного не увидел Народ Окинавы был в праздничном настроении Арену украшали разноцветные флаги А воздух был полон запахами жареной с пряностями рыбы и другой еды Такие праздники были важнейшими событиями Народу нравились выступления наездников, бои И вообще возможность поесть и развлечься Муцумура направился к королевскому креслу Он еще раз проверил стражу Все было в порядке Когда Муцумура собрался уходить Король помахал рукой, подзывая его к себе Муцумура подошел и низко поклонился Продолжая жевать грушу, которую держал в руке, король сказал Надеюсь, ты готов к бою с быком? Конечно готов, ваше величество, ответил Муцумура Я знал, что так и будет, сказал король, взяв с блюдо кисть винограда Ты пока ни разу меня не подвел Я надеюсь, что этот раз не станет первым разом такого рода, подумал Муцумура Он молча поклонился и покинул королевскую ложу Подвести короля всегда означало подвергнуть опасности свою жизнь Муцумура услышал, что его вызывают на арену И вышел на середину, приветствуемый криками толпы Он чувствовал, как внутри него поднимается страх Но сделал глубокий вдох и загнал страх подальше На задворке своего разума Он хотел встретить быка спокойно и без лишних эмоций Слышались глухие звуки Это бык в загоне бился грудью о решетку Муцумура смотрел на него и думал Сработает или нет его план? Если не сработает, через несколько секунд придется драться, защищая свою жизнь Он кивнул главному конюшему и веревку, державшую ворота, развязали Бык навалился на ворота Резко распахнул их и выскочил на арену В нем было столько ярости, что в толпе послышался вздох Муцумура встал в боевую стойку Бык заметил его и двинулся вперед Муцумура ждал Бык ускорил бег Муцумура ждал Бык пригнулся и приготовился нападать Он был уже совсем близко Муцумура быстро ушел в сторону, пропуская быка мимо себя На этом движении он спустил оглушительный крик Его кияй прогремел в воздухе и больно ударил по ушам Толпа затихла Бык развернулся и посмотрел на Муцумуру Время на долю секунды остановилось Толпа задержала дыхание Бык и Муцумура смотрели друг к другу глубоко в глаза Муцумура снова издал кияй На морде быка появилось удивленное выражение Он узнал Муцумуру Бык повернулся и отбежал к дальнему краю арены Муцумура побежал за ним И снова прогремел кияй Бык бросился бежать Муцумура больше не гнался за ним Толпа бушевала от восхищения Буси, буси, кричали все Воин, воин, воин Король поднялся со своего места Он поднял руку и толпа постепенно утихла Муцумура, прокричал король Подойди ко мне Муцумура отвернулся от быка Которого главный конюш и его прислужники С помощью веревок водворяли обратно в загон Он подошел к дальнему краю арены Где стоял король и низко поклонился Муцумура, сказал король Сила твоя велика Даже самый свирепый бык страны Не смеет драться с тобой С этого дня и навсегда Пусть тебя называют буси, Муцумура Ты действительно великий воин Сакон Муцумура Легенды о мастерах боевых искусств Сюзан Лин Петерсон Путник жизни Подписывайся Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok